В Держинске задержан вор, грабивший микрофинансовые организации в Кстове и Нижнем Новгороде. Злоумышленник попался по горячему следу. После попытки очередного ограбления микрофинансовой организации его опознали менеджеры офиса в Держинске. Предположительно, в июне этого года преступник уже был здесь. Тогда, угрожая пистолетом сотрудникам, он похитил отсюда 13 тысяч рублей. Накануне злоумышленник попытался кражу повторить. Я вышла на обед и пошла в сторону Нермага. И мне показалось, что на углу стоял мужчина. Уж больно подозрительный. И телосложением похож. И вот эти вот залысинки у него было на этом. И одежда эта темная, мешковатая такая. И ростиком-то он небольшой. Вот и все. И я позвонила сразу девчонкам. Ну, я сразу испугалась. Тест не зашла в офис и закрыла его. Наверное, не прошло минут 10. Я стояла вот здесь вот, около стола. Тот же самый, в той же какой-то вот этой вот серой водолазке, в спортивных штанах уже закрыл себе пол лица. И рвется два раза, дернула дверь. Я нажала кнопку и все. Стала ждать, пока приедут. Все понятно. А вы ведь были в профиле? Да, ограбление было, да. Я тоже тогда здесь работал. Но это очень похоже, по крайней мере. Это тот же самый, 100% фон, который открывался. Увидев закрытую дверь, налетчик решил убежать. Однако полицейские были совсем близко. На другой стороне улицы преступника задержали. В правом кармане синяя, станок. Значит, обнаружен пистолет, конструктивный кожу пистолета марки ПТМ. Оружие-то зачем тебе? Я нашел его. А перчатки? Ты тоже нашел. Я делал все сразу, да? Ну да. Ствол в карман, а перчатки я делал. Да, да. Молодец. Руки замерзли. Наверное, да, руки замерли. Кроме того, у злоумышленника было найдено несколько пар носков и бритвенные станки. Где он их взял и зачем, непонятно. Однако совершенно ясно, что по одной и той же схеме преступник ограбил только в Держинске 4 микрофинансовые организации. Нападавший врывался в офисы и, угрожая оружием, опустошал сейфы. Суммы грабежа незапредельные. От 10 до 50 тысяч рублей. В Кстовском отделе МВД нам пояснили, что за минувшие полгода в Кстове и Нижнем Новгороде было зафиксировано три подобных случая. Расследование данных преступлений продолжается. Евгений Кузьмин, присодействитель компании Держинск.